Всем привет, друзья, с вами Гамилькар Барк, это Rim Total War, нашествие варваров. Играем за Восточную Римскую Империю, за Византию. В предыдущей серии у нас была масштабная битва за Хатру, это последний город под контролем державы Сассанидов. И мы в этой битве одержали победу, но Сассаницы цепляются за жизнь всеми силами и подтянули сюда свой последний стэк. Это капитан Иманиша, у него 959 человек в армии, в основном это, конечно же, обычная пехота, Лев Спирмен, но у нас тоже почти фулл пехотный стэк. Мы в предыдущей битве потеряли своего генерала, который командовал этой нашей армией на протяжении очень долгого времени. Генерала, который совершал вот весь этот коварный наш план, заход через Кавказ в тыл с Сассанидом, он, к сожалению, из-за моей оплошности, конечно же, в большей степени погиб. Но ничего страшного, мы будем продолжать его славные традиции, его славные дела. Капитан Пастухумус будет командовать нашей армией, ну и само собой мы будем за этим делом очень пристально наблюдать на поле боя. Поехали, друзья мои. Итак, начинаем размещение войск. Карта у нас, в принципе, равнинная, что для нас, что для противника особой разницы нету. И у нас у него пехота. По качеству, само собой, римская пехота, она круче. Так, тяжелых пехотинцев наших ставим вот так вот в тылы. Будем затыкать брешь. Ну, не в тылы, вот два отряда на фланге, чтобы нас не окружили, потому что строй у Сассанидов, само собой, будет более широкий, чем у нас. Ну и Балистариев, давайте в центр поставим. Начинаем битву. Давайте поставим на вторую скорость, пускай приближаются к нам. Мы в обороне, а не в атаке. Все, теперь ставим на обычную скорость. Нашими лукарями отключаем отбегание. Сейчас будем фокусить. Но у них перебинария. Вот это, конечно же, большая проблема. Давайте дадим залпик сюда. Ну, у него, видите, тоже Балистари есть один. Сюда стреляй. Так, кстати, пацанам, включаем пилумы. Все. Пускай пилумятся. Куда? Вот сюда давайте дадим залпик. Атака. Хотя пока стоит генерал. Почему бы не дать залпик по генералу, я вот думаю. Работаем четко по генчику. Здесь атака. Убегает, видите, копейщики. Но мне нечем их преследовать по большому счету. Хотя давайте перейдем в атаку. Пойдем чуть-чуть вперед. Блин, мышка срабатывает. Двойной клик, твою мать. Я не могу выстроить. Вот, наконец-таки. Здесь атака. Ну, видите, вражеский полководец испугался и убежал. В принципе, это прекрасно. Замечательно. Они еще и стрелы получают в спину и убегают. Но у меня здесь нету конницы. Мне вот этих стрелков, в принципе, нечем по большому счету преследовать. Всего лишь на всего два отряда этих огрызков, которые я бы даже не стал называть кавалерией. Видите, наши пацаны тоже пугаются, когда попадает под шквальный огонь. Поэтому сильно загуливать нам нельзя. Вернемся обратно. Так, здесь атакуем. Здесь атакуем. Здесь атака. Здесь атака. Ну и пугаются. Да, они достаточно тоже трусливые ребята. Достаточно трусливые ребята. Ну и что, будем преследовать что ли их? Давайте вот так вот конницы слегка будем разминать. Это кто? Легиан лансеры убежали. Ерунда какая-то. Подведем поближе наших лучников. Все, отойдем назад. Но тяжелой пехотой преследовать врага не самая лучшая идея. Выстраиваемся. И будем, конечно же, поджимать. Но здесь основная задача, здесь ложиться на лукарей. Лучники должны дострелять остатки. Но они и так убегают. А в принципе, мне здесь смысла их преследовать нет. Потому что после поражения в этом бою я, ну, после поражения Сассанида в этом бою я и так захвачу Хатру. И фракция просто Сассанида выщенит с карты. Поэтому никакого смысла нет, что я их добью на поле боя. Что они проиграют битву. Это абсолютно никакой разницы нет. Все равно Хатра перейдет под наш контроль и фракция исчезнет. Смысл добивать есть тогда, когда фракция еще жива и может представлять угрозу. Заканчиваем битву. 609 человек убили, потеряли 70. Заканчиваем битву. Еще что ли? Блин, что за... Еще какой-то генерал у нас нападает за Сассаницкий. Да, жесть какая-то. И вот остатки той армии, которую я не добил. Но я думал, на самом деле, что у них больше нет войск. Что здесь у тебя, парень? Крестьяне в основном, да? И придется к нам еще раз, друзья мои, отправляться на поле боя и командовать этой битвы. Потому что это расчет говорит, что один к одному. Это означает, что даже если мы победим, то там будут сумасшедшие потери. Поэтому нужно попробовать лично принять участие в этой битве и победить в ней. Поехали. Итак, начинаем размещение войск. Карта та же самая. Но войска наши здесь уже потрепаны. Но в предыдущей битве достаточно мало пострадали наши комитоненсы. И это хорошо. Легион лансеры достаточно серьезно пострадали. Надо поверечь, будет пацанчиков. По мере возможного, да? Двойной клик это, конечно, жесть. Мышку надо будет поменять в ближайшее время. Посмотрим, как получится. Так, лучники. Сюда. Ну и огрызки кавалерии. Один человек верблюдов и четыре человека. Нашей. Эквит. Аухилия. Балистарий. Давай вот сюда. В ту опуска. Ближе к флангу. Начинаем. К нам еще с тылу сейчас будут заходить. Так. А что если мы перебазируемся? Вот на этот замечательный холмик. Что скажешь? Давайте перебазируемся все на холмик. Для двойного клика у меня сбился строй. Я хочу вот здесь вот так вот построить. Пацанчиков. Памп. Лансеров. Так, раз, два, три. Поставим их за легионерами. К сожалению, баллистариев нам придется в очередной раз бросить. Ну, извиняюсь, баллистарий. Такова жизнь. Встанем на холмике. Давайте, парни, шевелите ягодицами вы еще. Так. Камитоненсы. Вот здесь должны стоять. Вот так. Великолепно. Даже чуть-чуть пониже. Вот здесь. Замечательно. Этих сюдой. Ну и наших арчеров. Вот сюда. Прекрасно, прекрасно. Так. Несколько отрядов на лансеров. Нужно будет убрать в тылы. Отключаем стрельбу по готов... Ну, режим перестрелки. Нашим лукарям. Так. Вот этот отряд в тыл. И этот отряд в тыл. Этих выстроим. Вот так. И этих выстроим вот так. Полубоксом. Замечательно. Всем включаем пилу мы. Здесь подойдем поближе. С депо готовностью отключим. Мы чисто тремя отрядами фокус по... Левисперминам. Бум. Отлично. Фокус генерала теперь. Пам-пам. Все. Сразу они испугались. Эти тоже испугались. Так. Давай добьем побольше. Этих бьем. Этих тоже сюда. Так. Конницу фокусим. Срочно, срочно, срочно. Хотя нет. Давайте генерала. Генерала важнее. Генчика важнее. Здесь по верблюжатине ударим. Здесь обойдем пехоту с боку. Так. Здесь этим отрядом сюда бьем. Ой. Мои испугались. Парни. Это же жесть. И мои остались без прикрытия. Что? What? What? Происходит. Происходит дичь какая-то. Так. Срочно, срочно. Угорей сюда. Огненные стрелы. И вот сюда поливаем, 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 поливаем. Наши пацаны сейчас зайдут в тыл. И это исправит ситуацию, я надеюсь. Так. Этот отряд обратно тащим. Этих сюда. Срочно, срочно. Трэш, просто трэш. Лучники назад. Вот здесь проблема возникает из-за моего контроля. Вернее, из-за его низкого уровня. Но все-таки пехота тащит. Так. Фокусим конницу. Здесь разворачиваемся. Ну да. Ну да. Тяжело. Очень тяжело, но. Так. Этих возвращаем сюда. Так. Вот сюда этот отряд заведем в тыл. Так. Почему они стоят, эти леви спирмены, так долго я не могу понять. Твою мать, а. Ну наконец-то испугался вражеский полководитель. Вся армия дрогнула. Но там вон на подходе еще пацаны. И вот здесь тормознулись. Не буду. Ладно. Держимся, парни. Держимся, держимся. Затащим, скорее всего, каточку. Но будет тяжело. Но будет тяжело. Очень тяжело. Пацаны молодцы. Вот эти вот коммита нэнсы. А вот легион лансеры, конечно же, очень сильно меня подводит. Очень сильно меня подводит. Давайте зафокусим вот этих арчеров, конных генерал здесь добивает остатки вражеских крестьян. Надо разворачиваться срочно, 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 срочно отступаем и разворачиваемся. Надо отстреливаем здесь конницу вражескую огненными стрелами. А если ударим? Не отступаю, да? Посмотрите, что делает один отряд наших коммита нэнсов. Просто прогнал два отряда бичей. Ой-ой-ой, а этот наш полководец-то пять человек. Что он-что он-то творит? Он просто лютая машина. Ну, а сейчас тоже откинется, судя по всему. Давай-давай-давай, пробегай, братишка. Добивай вот этих. Лукари. Работают. Молодцы, парни. Заливайте вот этих вот конных. Ой-ой-ой-ой-ой, три человека. Наши конницы прогнали целый гигантский отряд. Уражеских стрелков. И давай, да, добивайте. Так, здесь что? Здесь уже достаточно близко противник. Давайте перестроимся. Прогнали, наконец-таки, комнатных лукарей. Отлично. Отлично. Все, здесь тоже перестраиваемся. Здесь пылесосим. Отлично. Не даем им остановиться. Не даем остановиться ни в коей мере. Здесь разворачиваемся. Вот так ставим парней. Вот так. Здесь вот так. Кубиками уплотнее. Здесь вот так. Так, что у меня по лукарям? Кто тут у тебя? Кто тут самый опасный? Вот давай по вот этим крестьянам, чтобы они сразу испугались и посеяли панику. Здесь добиваем. Так. Атака, атака, атака. Пам. 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 Ну что, дрогнут или не дрогнут? Дрогнут, но вопрос, кто и кто раньше. Так, эти дрогнули. Отлично, все, этих прогнали. Можем чуть-чуть вот так вот оборзеть и попробовать зайти в тыл. Что-то наш отряд кавалерий работает замечательно. Поливаем огоньком. Бьем сюда. И здесь вот так вот выстраиваемся. Так, здесь у меня еще в резерве пацаны стоят. Нормально. Пам. Пам. Удар в тыл. Все, моментально все дрогнуло. Замечательно. 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 Давайте лукарей в фокусе генерала вражеского. Так, все вспыхнуло. Давайте, отряд небольшой клебинарий здесь остался. Попробуем их сейчас завалить. Все, испугался он тоже. Замечательно. В спину ему летят стрелы. Ну и осталось добить сущие пустяки. Отряд крестьян. И так все. Полная победа. Заканчиваем битву. Убили 859 человек. Потеряли 330. Заканчиваем битву. Очень тяжелая битва. Но удалось нам одержать наконец-таки победу. Захватили Хатру. И фактически уничтожили фракцию под названием Сосаниды. Это просто великолепно. Это просто, я бы даже сказал, прекрасно. Я даже сделаю сейчас скриншот. Прекрасно. Все, поставим вот эту вот картинку. В качестве обложки для этой серии. Самая большая фракция. Самая сильная тоже. Да, мы по всем пунктам вышли вперед. Это круто, пацаны. Это круто. Союз разорван. Интересно. У Сосанидова, оказывается, был союз с повстанцем. Да уж. Докатились. Так. Теперь лошадок переобучаем. Бац. Ну, не переобучаем. Восстанавливаем численность. Раз, два. В принципе, проблем нанять наемную конницу в пустыне у нас проблем не будет. В принципе, у пустынников с конницей все в порядке. Но, имеется в виду, не то, что она уж какая-то у них совсем хорошая. Или что-то в этом духе. А просто она у них есть. Сюда передадим еще. Так. Вот даже вот так можно будет сделать. Этих. Сюда. Здесь лансеров 77 человек. Тоже сюда. Так. Вот здесь тоже есть три отряда, которые я обязательно заберу. Так. Здесь один человек должен остаться. Да, я угадал. Великолепно. Что мы можем нанять по кому? О, все в порядке. Нанимем дешевую верблюжатину и вот этих... А, нет, эти дорого стоят. Эти дорого стоят. Не будем мы их трогать. Казамы пока строятся. У нас 43 тысячи денег. Знаете, что я думаю, друзья? Пробежимся слегка по нашей империи. Посмотрим, что где можно строить. Обязательно это сделаем. Так. Здесь в принципе конницу. Жалко, что я не могу переобучать. Очень жалко. Ну да ладно. Так. Этих пацанов в город. Ну и все. Идем на корабли. Теперь. Давайте вернемся в Хатру. Переобучаем наших пехотинцев. Конницу. И давайте построим казармы. Все великолепно. Так. Теперь пробежимся по строительству. Надо будет... Из-за этой войны я вообще очень долго не смотрел на то, что у нас происходит по строительству. Но я думаю, это можно отложить на следующую серию. Следующую серию начнем как раз таки с того, что пробежимся по стройке. Посмотрим, где что можно построить. Усилим экономику. Пока будем двигаться, собственно говоря, к границам Западного Рима. Ладно, друзья мои. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Гемелькар Барко. Обязательно ставьте лайки и комментируйте. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.